С виду это обычный автомобиль, но оснащен он так, что позволяет провести обследование органов грудной клетки практически в любой географической точке. Это мобильный флюорографический комплекс областного туб-диспансера. Сегодня он в селе Керша Расказовского района. Здесь для местных жителей проводят расширенный медосмотр. Мы проводим санитарно-представительную работу, но население не всегда обращается активно. Поэтому, когда они приходят на место к узкому специалисту, терапевту, это позволяет нам выявить раньше. Я думаю, что это очень важно для такого населения, потому что раннее выявление заболевания – это раннее начало лечения. Как только результат флюорографии будет готов, его направят в местный ФАП. Здесь же сегодня можно приобрести лекарства и обратиться за помощью к врачам районной больницы. Прием ведут терапевты и более узкие специалисты – хирург, гинеколог и офтальмолог. Катаракты, глоукомы, выявляем головное давление, меряем. И если оно повышено, то нужен уже будет соответствующий осмотр, уже более тщательный. То есть так же, как и катаракты. То есть тоже смотрим начальные стадии, где более зрелые катаракты. То тогда даем направление уже в областную больницу для оперативного лечения. Надежда Петровна в числе тех, кого доктора направили на дальнейшее обследование и лечение. Женщина старается следить за здоровьем, но в силу возраста ей было не так просто съездить на осмотр в город. Зато теперь она точно знает, что делать, чтобы не болеть. Хочу сказать спасибо им большое. Так бы и с талончиками сейчас проблема, и ковид. Никто бы никуда здесь, прямо домой приехали. Спасибо врачам. Всего в Расказовском районе проживает свыше 20 тысяч человек. Около 80% населения в этом году уже охватили комплексным обследованием. Впрочем, работа продолжается. Отсюда, из Керши, мобильный пункт отправится в Дмитриевщину. Как правило, комплексное обследование здоровья проводят в тех населенных пунктах, где есть ФАП или врачебный участок. Однако помощь приходит и туда, где нет ни того, ни другого. Местных жителей забирают на служебном транспорте и подвозят на осмотр в соседние села. К маломобильным и вовсе приезжают на дом. Юлия Савушкина, Олег Осипов, Ольга Кириллова, Область новостей.